Одним из первых Андрей Бодягин посетил плавательный бассейн. С момента его открытия прошло ровно две недели. За это время он стал не только местной достопримечательностью, но и излюбленным местом отдыха горожан. Буквально накануне мы рассказывали в нашей программе о тысячном посетителе учреждения. Оценить возможности плавательного бассейна в Кандалакше сегодня смог и федеральный инспектор. Вместе с руководством спортобъекта он даже осмотрел святая святых отделение водоподготовки. Нужный хороший социальный объект в городе Кандалакше мы видим пользуется большой популярностью среди жителей города. Есть конечно к чему стремиться. Руководство по прошествии первых недель, месяцев работы все это проанализирует, посмотрит. Как и по увеличению времени работы, если это будет востребовано, так и по предоставлению некоторых дополнительных услуг. Как кафе, как дополнительные требования посетителей в качестве улучшения качества работы фенов, количество их для женщин это очень актуально. А так в целом конечно приняты современные технологии применены в этом бассейне. Хорошая очистка воды идет, хорошая температура, качественно люди довольны, ходят, цены очень приемлемы. Поэтому это очень здорово. А вот про объекты Минобороны здорово не скажешь. Долгое время они стоят заброшенными и постепенно разрушаются. Больше 10 лет местные власти пытались сдвинуть с мертвой точки решение вопроса о дальнейшей судьбе Дома офицеров и военного госпиталя, а также других зданий. Военные как-то собака на сене. Сами не использовали объекты, но и не отдавали их муниципалитету. Впрочем, принципиальное решение похоже уже принято. Остальное дело времени. Сейчас с Министерством обороны принято решение о сносе этих сооружений. В дальнейшем будет приниматься уже решение либо как-то об использовании Министерства обороны этих земель для своих целей, либо, соответственно, по федеральному закону 423-му есть возможность передать безвозмездную собственность муниципального образования, которое бы эту замечательную территорию могло бы использовать на благо жителей города Кандалахши. Чуть раньше планируется завершить строительство дома на Пронино. По предварительным оценкам, жилой объект должен быть сдан в эксплуатацию 1 августа текущего года. Новенькая пятиэтажка станет последней в региональной программе по переселению граждан из ветхого жилья, признанного таковым до 2012 года. И будем надеяться, что на федеральном уровне будет принято решение о продлении программы переселения уже тех аварийных домов, которые были признаны таковыми после 1 января 2012 года. Также в ходе своего визита в наш город Андрей Бадягин провел прием граждан по личным вопросам. К федеральному инспектору обратилось порядка 20 жителей Кандалахшского района. Темы самые разные. Здравоохранение, ЖКХ, вопросы, связанные с электрообогревом. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.